В эфире новости севера Башкирии. Начнем выпуск с региональных новостей. Четырем жительницам Башкирии вынесен приговор по статье мошенничества и кража. Они похитили более трех миллионов рублей у ветерана Великой Отечественной войны. Самая младшая злоумышленница 29 лет, старшей 65. Одна из обвиняемых работала риэлтором. Женщина узнала, что у пенсионера имеется крупная сумма денег. Под видом соцработников подельницы вошли в доверие к ветерану. Они убедили его открыть банковскую карту для начисления пенсии, после чего ее выкрали. Суд приговорил виновных к наказанию в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и обязал вернуть потерпевшему похищенные денежные средства. В администрации Нефтекамска состоялось вручение жилищных сертификатов участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. В этом году получателями единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения стали три человека. Одна – вдова участника Великой Отечественной войны и два ветерана боевых действий. Срок действия сертификата составляет четыре месяца. В прошлом году единовременную денежную выплату получили четыре человека. В детской студии развития в Татышлах прошел турнир по ментальной арифметике. В нем приняли участие 17 школьников и 18 дошкольников райцентра. Начался турнир с флеш-счета. Участникам было необходимо считать на скорость на Абакусе. Победителем среди дошкольников стала Арина Шайдулина, среди школьников – Ильсав Гарифулин. В номинации «Умножение на Абакусе» победила Алсу Сагадеева. Камила Хабибулина взяла первое место в номинации «Произвольный счет». А в простом сложении и вычитании победила Ленизами Негалеева. Всех победителей наградили дипломами, кубками и ценными призами. В племзаводе Ленина Дюртюлинского района состоялся агрономический семинар по проведению весеннеполевых работ. В нем приняли участие руководители и специалисты хозяйств, представители научных учреждений, обслуживающих предприятий. Директор племзавода Альберт Довледбаев рассказал о готовности техники к весеннеполевым работам. Затем прошел ее практический осмотр. После главный агроном Ришат Гореев рассказал о подготовке семян зерновых и зерново-бобовых культур к посеву. Теоретическая часть семинара прошла в сельском доме культуры. Участники обсудили готовность сельхозтоваропроизводителей к весеннеполевым работам, а также темы агроэкологического мониторинга технологии землепользования и подготовки семян. Там же развернулась выставка товаров, материалов и услуг для сельхозпредприятий. В детской юношеской школе номер 2 Верхней Иркеева прошло открытое мероприятие по плаванию с воспитанниками младшей группы. Юные пловцы выполняли различные упражнения и задания. Команда по свистку тренера играли в игры «Соберите шары», «Достань камешек», «Проходи через обруч». Ребята уже не боятся воды, научились нырять, доставать и собирать предметы. Стоит отметить, начала внедрять в плавание в бассейне воспитатель детского сада номер 6 Фанзия Арсланова. С целью оздоровления и обучения ребят практическим навыкам. Дети теперь регулярно посещают бассейн. Занятие проводит тренер Фаузия Мухумадиева. 11 апреля в районном Дворце культуры Верхней Иркеева состоится отчетный концерт Детской школы искусств. Это мероприятие – творческий отчет за учебный год. В программе концерта – выступление хореографического ансамбля, хоровых коллективов, игра на музыкальных инструментах и показ мод от юных воспитанников. Посетить мероприятие могут все желающие. Вход свободный. Начало в 19.00. В Бирске на минувшей неделе состоялись турниры по баскетболу среди девушек и юношей. Результаты учитываются в зачет 27-х сельских спортивных игр республики. Среди юношей сборная Янаула, пройдя в полуфинал, уступила команде из Благовещенска. По итогам соревнований ребята заняли четвертое место. Сборная девушек завоевала бронзу. В неофициальном зачете по сумме мест обеих команд сборная Янаула заняла третье место. На сегодня это все новости. А сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова